Огонь. Древнейшее открытие человечества. Однако, что происходит с материей, когда она горит? Материя пропадает. Но почему? Потому что Вселенная состоит не из материи. Вселенная состоит из энергии, где материя всего лишь одна из ее форм. Все, что происходит в нашей реальности. Материя, тепло, движение, масса, волны. Все есть перетекание этой энергии из одной формы в другую. Например, теплом можно вызвать движение. А движением можно вызвать трение и тепло. Отличный пример перехода энергии из одной формы в другую – это реакция горения. Она создает свет и жар. Свет кормит животных с помощью фотосинтеза. Но жар дает нам уникальную возможность насладиться вкусом этих животных с помощью барбекю. Свет солнца, трава, говядина и твой желудок. Как видишь, причинная последовательность всех событий в этом мире определяется не материей, а тем, откуда и куда перетекает энергия. Если в момент перехода энергии вещество сохраняется, то это физическое явление. Если в момент перехода энергии вещество меняется, то это химическое явление. Материя – это энергия, законсервированная в маленьких частицах атомов. Каждая из которых состоит из более мелких частиц – протонов ядра и электронов оболочки. Эти частицы ядра и определяют, что за элемент перед нами. Если частиц 8, то это кислород. А если частиц 26, то это железо. Электроны, частицы оболочки, двигаются и способны трансформировать материю. Например, если под одной электронной оболочкой соберутся несколько атомов, то образуется молекула. И вот это уже сложная материя, потому что одна молекула содержит в себе несколько более простых частиц атомов. Самое важное, что в этот момент сложная материя приобретает новые, более сложные свойства, которых нет у простой материи. Например, если мы возьмем простую материю, кислород и водород по отдельности, то у них одни и те же свойства – газообразность поддерживают горение. Но если атомы этих двух простых веществ сгруппировать под одним общим электронным облаком, то получится более сложное вещество – вода с новыми свойствами – жидкость, растворение, тушение. То есть разная материя обладает разными свойствами, которые зависят от ее структуры. Чем больше атомов группируются в рамках одного электронного облака, тем более сложную молекулу мы получим, и тем более сложные свойства она может проявлять. Это явление называется эмерджентность, то есть появление новых свойств на более высоких уровнях организации. Если оглянуться, это окружает нас повсюду. Например, если вы возьмете отдельный кирпич, то список его свойств очень ограничен. Однако если вы соберете из таких кирпичей стену, то возникнут новые крутые свойства – защита от окружающей среды и сохранения тепла. На уровне молекул это работает так же. Один атом – это простые свойства, но если собрать их в сложную молекулу, то возникнут новые удивительные свойства. Например, такие молекулы смогут транспортировать ресурсы друг к другу или объединяться в еще более сложную материю – органические молекулы аминокислот и белков. Вы же помните, что чем сложнее материя, тем более сложные свойства она может проявлять – эмерджентность. В какой-то момент случайное сочетание сложных свойств органических молекул привело к случайной репликации. То есть материя воспроизвела свои собственные копии. Это тот волшебный момент, когда неживое превратилось в живое. На нашей планете это произошло 3,5 миллиарда лет назад. Какова вероятность такой случайности? Ну, очень-очень низкая. Ричард Докин сравнивает ее с торнадо, пронесшимся над свалкой металлолома и случайно оставившим после себя Боинг-747. Однако современным ученым уже удалось повторить естественное возникновение сложных органических молекул – аминокислот и сахаров – из более простых элементов. Дайте им еще пару миллиардов лет – и вполне может получиться жизнь. Первый репликатор копировал молекулы самого себя. Неудивительно, что через несколько миллионов лет эти молекулы заполонили своими копиями всю планету. Наша Земля ограничена физическими размерами. Поэтому между репликаторами неизбежно возникла конкуренция за ограниченные ресурсы. Ошибки в репликации приводили к мутациям и вариациям копий. Те репликаторы, которые лучше адаптировались к окружающей среде, выживали, остальные вымирали. Так включился естественный отбор, который за миллионы лет привел к эволюции и развитию. Чтобы выжить в конкуренции, древнему РНК-репликатору стало недостаточно копировать самого себя. Первым делом он научился защищать и передавать информацию о себе в виде двух спиралей генов, став тем самым ДНК-репликатором. Потом, чтобы повысить свои шансы еще больше, он стал создавать для себя биологические организмы-носители. Затем научился добывать кучу энергии с помощью фотосинтеза. Следующий этап вырастил легкие, чтобы получать еще больше энергии с помощью окисления пищи. Дальше было половое размножение, нервная система, теплая кровь и мозг. Каждый раз, когда Репликатор находил оптимальное решение, оно оказывалось временным из-за конкуренции и приходилось искать следующее новое решение. Важно понимать, что ваш организм не Репликатор. Ваша тело и нервная система – это среда обитания Репликатора, созданная по его запросу. А теперь вдумайтесь, мы временный обслуживающий персонал, мы не копируемся. Если не мы, то кто? Кто живет вечно? Копируется и живет вечно наш Репликатор – ДНК-молекула. Но ведь дети похожи на своих родителей, скажете вы. Да, потому что это выгодно Репликатору. Так родительские организмы лучше о них заботятся, ну а Репликатор получает из салона абсолютно новую версию уже хорошо знакомой тачки. Однако новые организмы никогда не являются точной копией родительских. ДНК-репликатор дает своему организму набор возможных свойств – генов, которые активируются в зависимости от условий окружающей среды. Такая система лучше повышает выживаемость организма, чем точное копирование родителей. Потому что Репликатор не может быстро меняться. А вот окружающая среда может. Чтобы выживать, Репликатору недостаточно копировать самого себя. Так было только в самом начале, на самых легких уровнях. Теперь для выживания нужно еще и передавать информацию о окружающей среде. Для того, чтобы построить эффективный носитель, способный эффективно управлять этой средой. Выживает тот Репликатор, качество информации которого лучше. Узнал, что вокруг кислород, создал легкий и выжил. Узнал, что вокруг холод, изменил метаболизм носителя, разогрел кровь и выжил. Хорошая информация – единичка – жизнь. Плохая информация – нолик – смерть. Это биологический компьютер. У Репликатора нет сознания, как у нас, его носителей. Потому что оно ему не нужно. Он не занимается оперативным управлением, как мы, его обслуживающий персонал. Пробами и ошибками Репликатор миллиарды лет накапливает информацию о окружающей среде и учится управлять ей через свои носители. Успешны те Репликаторы, у которых хорошая информация. Они выживают. Остальные умирают. Таким образом, ДНК Репликаторы – это биологический компьютер, который накапливает информацию о окружающей среде и меняет ее. Мы, люди, так же как остальные животные, – это ближайшая видоизмененная среда. Мы – это те тачки, меняя которые Репликатор едет в вечность. Наша задача – обслуживать этот биологический компьютер до тех пор, пока он не придумает что-то более совершенное, чем мы. Итак, наша реальность состоит из энергии, которая перетекает из одной формы в другую. Одной из этих форм является материя. Частицей простой материи – атомы – могут случайно группироваться в более сложную материю – молекулы, и приобретать более сложные свойства – эмерджентность. Одним из этих свойств и является жизнь, то есть воспроизводство самой себя. Эта Репликация работает как биологический компьютер, постепенно накапливая и обрабатывая информацию о окружающей среде. По-простому, жизнь – это сложно организованная материя, накапливающая знания для того, чтобы управлять энергией нашей реальности. Подумайте над этим. Для тех, кто хочет поработать над собой, я подготовил две бесплатные программы тренировок для тела FullBuddy 90 и для мозга Neuromax 90. Обе программы рассчитаны на 90 дней тренировок. Если вы хотите начать, но не знаете как, добро пожаловать. Ссылки вот там внизу в описании. Ну, а у меня на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Я желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья!